все здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу записать расклад не знаю насколько у меня получится моя задумка которая называется ваше энергетическое поле как она влияет на вас и на других у нас быть три позиции будем работать на колоде эпического таро и таро шаманов значит выбирайте позицию 1 красная 2 зеленая 3 голубая либо сразу называете на тайм-коды и смотрите если честно даже не знаю пока как выстроить расклад потому что вопросов у меня нет я хочу попробовать почитать его в состоянии углубиться надеюсь получится как она влияет на вас и на других так пока вы выбираете я перетасовываю колоду чем-то мне захотелось немножко помолчать так отодвигаем сразу без подводок и приступим позиция номер один красный камешек ваше энергетическое поле посмотрим смотрите ваше энергетическое поле на данный момент она достаточно сильное достаточно сильное но у меня здесь проходит то что где-то вы как-то немножко устали устали от работы и вам прям вот жизненно необходимо немножко отдохнуть но ваше поле она достаточно сильное у вас хорошая защита здесь стоит и вы можете отражать как-то знаете вот словесные напоры других людей то есть вы по своей природе достаточно такой вот сильный человек может быть даже ничего и не делаете но поле у вас достаточно такое мощное вы это внутри себя если расслабитесь вы сможете ощутить вас свое вот это вот восприятие через восприятие конечно выпадает аркан силы 8 и аркан мир у вас хорошая связь с высшими силами здесь такое ощущение что вот вы достаточно такая опытная душа боец по своей природе но который долгое время стремился знаете вот как-то к единению своей души с высшими силами то здесь вот мудрость до проскальзывает здесь есть мудрость и вот этот этой мудрости есть сила есть мощью причем именно в знаниях ваша мощь не в том что как-то вот вы действуете что-то делаете а здесь вот такая очень насыщенная энергия и как-то вот знаете от этого опыта вы как будто бы уже устаете здесь у вас есть ощущается такой груз не то чтобы горе от ума вот груз от того что вы знаете но вот много знаете вот ощущение знаете какой-то горы вот поле ваше она у меня воспринимается с какой-то горой где есть такая тишина и при этом есть вот внутренняя мощь холодная через разум через рассудок через вот понимание такая знаете своего рода спящая сила но не не то что вот вы спите а вы как будто бы дремлюсь то есть любой момент вы готовы встать и сражаться но такое вот ощущение что ты как будто бы закрытыми глазами отдыхаете как будто дремлются но вот стоит пролететь какой-то мошки сразу один глаз так открывается то есть вы держите руку на пульсе то есть вы как будто бы на готовности если что-то нужно то вы готовы действовать но только тогда когда вы это решите здесь вы не делаете каких-то лишних телодвижений потому что вы понимаете что ну нету смысла вот здесь вот как-то бессмысленно и вот это вот он здесь усталость присутствует в энергии и много здесь вот ощущение того что вы как будто бы находитесь вот на перерождение знаете вот как на перерождение в контексте очень необходимо собрать какое-то количество энергии и вы когда ее будет достаточно все пазлы встанут на свои места она как будто бы знаете вот этот вот гора она начнет фонтанировать и вот превратиться вот это вот форма знаете вот какую-то такую светлую в девушку из света вот мне идет как-то вот так что знаете вот такое ощущение то есть вы не делаете лишних телодвижения но при этом держите руку на пульсе то есть вы видите и внешний мирную работу у вас идет внутренне вы не просто лежите потому что ну нету силы и и как-то вот выдохли все такое нет а здесь такое ощущение что параллельно происходит какая-то работа внутри вас вы ее ощущаете но она как будто бы это вот как кокон да то есть кажется что вот внешне да это кокон ничего не происходит но внутри идет перерождение этого червя в бабочку вот здесь ощущение того что у вас сейчас идет вот такой вот процесс перерождение и придет время этот кокон разломается и выйдет вот это вот прекрасная светлая девушка да вот это вот бабочка которая вот прям пройдет друг вот другая форма у вас появится физически это тоже может выглядеть такое ощущение что то вы сейчас как будто бы набираете вес знаете вот как-то вот защищаетесь вот эти вот слои слои а потом гоп и неожиданно пройдет какое-то вот преобразование и вы как-то ну выглядеть будете по-другому и внешность вата ваша изменится может быть потом резко похудеете либо как-то вот преобразитесь потом произойдет внешне будет преображение а внутренне будет полное изменение прям вот трансформация но смотрите почему я в этом говорю потому что выпадает 21 аркан до завершение начала чего-то до десятка кубков говорящие опять-таки о переходном этапе состояния души тут вам аркан сила выпал то есть такое ощущение что потом начнется какие-то магические преображения да вот когда все пазлы встанут на свои места начнется магия что должно встать на свое место здесь должна вскрыться какая-то правда то есть знаете еще не время вот какой-то импульс будет то есть то ли здесь каких-то не то что знание не могу сказать что вам не хватает каких-то знаний а вот здесь вот какого-то инсайта какой-то вот уже как он называется импульс импульс вот вы сейчас вам не хватает наполнения да то есть вы сейчас собирается точно собираете вот свою энергию да и и вам не хватает наполнение для того чтобы совершить вот этот прорыв поэтому вы не делаете лишнее тело движения потому что они будут забирать у вас энергию поэтому вы стараетесь экономить в энергосбережающим каким-то таком режиме находитесь и вот все для себя до для себя но не потому что вы эгоистичная потому что вы понимаете что вот каждая капля вам дорога и и при этом вы с благодарностью да вот вы находитесь в таком состоянии именно вот ощущение поле мурашка такой знаете вот наполненностью благодати вот вы в этом состоянии сейчас есть знаете аккумулируете вот эту вот благодать внутри себя она растет растет как на дрожжах знаете накипал потом в какой-то момент когда кастрюлю закрываешь крышкой тело поднимается тесто поднимается поднимается и и и и в какой-то момент начинает убегать здесь вот такое вот у вас этот брожение идет внутреннее да для того чтобы совершить вот этот вот прорыв но это идет с благодатью то есть вот у вас сейчас вот такое вот поле как она влияет на вас а страшно здесь понимаете на вас это поле у вас у вас смотрите что происходит у вас происходит некий такой конфликт что чего с чем а вот для того чтобы выйти из этого червяка и превратиться в бабочку вам нужно вот эти вот программы какие-то старые сейчас знаете как будто бы послойно вскрываете вот как бы так объяснить есть какая-то полость которым вот вы находитесь да вот вы занимаете этот объем и и вот это вот увеличение увеличение она вместе с увеличением вот этой благодати она вот здесь вот на поверхности начинает вы вытеснять вот эти старые программы то есть внутри это новое а внешне вы как будто бы расширяетесь и вытесняете вот то что было раньше сжато вот это вот старая вот это вот оболочка и поэтому внешне вы видите достаточно какую-то вот агрессивность что ли может быть страхи начинаются какие-то появляться до какие-то старые страхи может быть новые как-то двигаться дальше все страшно вот как-то вот негатив стал появляться потому что он вытесняется вот эти старые ваши программы они вытесняются через страхи через какую-то вот конфликтность но при этом вы понимаете что сейчас идет вот процесс а вот этого вот уравновешивания то есть такое ощущение чтобы новое пришло вас как будто бы избавляет от этого старого идет вот очищение ну то есть так так и должно быть и здесь идет вот вот прям все по справедливости я где-то может быть вы будете проходить какие-то уроки которые вам не совсем приятны и вам будет казаться что что-то не тогда что-то слишком много негатива вокруг меня но на самом деле это но это все справедливо потому что это ваш негатив который вы держали внутри себя и он выходит причем через коммуникацию да здесь какие-то 40 конфликты могут быть раздоры непонимания общая такая знаете тенденция не понимание да друг друга не понимаете вы не понимаете что происходит люди не понимают что происходит с вами вот и казалось бы каша-малаша какая-то но все таки и вот повторно выходит сила но здесь вы знаете какая-то вот агрессия да вот здесь вот внешне вот это вот поле влияет на вас каким образом она вытесняет из вас вашу агрессию ваши подавленные негативные эмоции еще расскажу и программы циклично как-то да периодически причем знаете вы не можете этим управлять здесь ощущение того что вы уже не контролируете вот этими своими эмоциями это вас даже пугает вы теряете контроль над собой контроль над вот кто-то здесь теряет контроль над питанием то есть реально такой появляется не объективный жор непонятный да то есть что происходит я я пухнул но реально пухну причем пухните обоснованно от еды не то что вот как-то какие-то гормональные системы идут с бой хотя здесь бои тоже может быть но здесь вот какая-то агрессия да здесь какая-то жесткость появляется прямо желание как говорится крови мясо как в прямом смысле может кто-то любит такие кровяные стейки прямо здесь вот такая вот агрессия до кого-то вот вот убить задушить вот прям злость такая выходит вот это просто поле сейчас на данный момент она у вас такое но в таким образом влияет на вас да то есть вы становитесь а агрессивными понимаете что это нужно радуйтесь этому до тому что вы агрессивны радуйтесь этому тому и то есть и я помню что я говорю я даю отчет потому что это идет очищение до своего рода вы перерождаетесь и рождение она всегда болезненная но вам еще нужно до бродить вам еще нужно докипеть сколько в такой еще сколько еще нужно или либо вы уже дошли до кондиции да да мне кажется вы уже дошли до того формата до когда уже произойдет вот это вот перерождение вас да здесь уже такое ощущение что нужно действовать как-то каким-то образом а что именно нужно сделать здесь знаете здесь вам нужно отстаивать свое мнение то что вы хотите как вы хотите не слушать вот вам знаете как не то что как совета вот вам не нужно слушать других людей вам нужно полностью слушать себя почему потому что то что родиться из вас это будет абсолютно новое и никто не сможет вам подсказать как вам быть как вам действовать потому что такого опыта нету ни у кого чтобы вам подсказали поэтому не надо вам слушать никого не читать никакую информацию а наблюдайте за собой и слушайте себя слушайте свои эмоции свои чувства свои состояния вы здесь надо чувствовать понимаете здесь не надо какие-то вот что-то конкретно делать кроме чувствования то есть прислушиваться именно к своим ощущениям восприятием то есть знаете это когда при беременности до особенно если это первая беременность вот и молодая мамочка она начинает прислушиваться и что у меня там произошло да ой первый раз столкнул где а как а сейчас что происходит вот это вот состояние прислушивания к своему телу на что там происходит зашевелился не зашевелился вот вот как-то вот и фокус внимания на себе вот здесь вот ваше внутреннее состояние она у вас будет вести пускай даже вы иногда не будете понимать но прислушивайтесь то есть если на 5 таки как при беременности скажу на просто очень схожая ситуация ну то есть при беременности могут открываться какие-то непонятные вкусовые качества вам эти качества нужны да то есть например вот желание до съесть боже мой мел да есть какие-то качества в этом мели которые не хватает организме у вас могут сейчас появляться какие-то новые вкусовые вам непонятные ощущения и не пугайтесь но то есть делайте то что хотите хотите там например там что-то понюхать такое я не знаю там бензин либо еще что-то такие непонятные запахи да просто делайте это нужно а вы сейчас понимаете вы как будто бы притягиваете те качества точно так же как туплю видите туплю почему потому что здесь энергия такая вот ну типа не расплескивай да на полусловие вот как будто бы засыпаешь полудрагоценные камни да как их выбирают не не по интернету потому состояние заходите магазин вот это вот приглянулся и потом вы читаете о чем этот камень узнаете что у него есть какие-то свойства и качества и вы притянулись для чего для того к друг другу не того чтобы этот камень усилил вас те качества которыми он наделен то есть они у вас есть но их нужно усилить вот здесь вот примерно про то же самое что-то новое здесь абсолютно новое рождается хорошо как ваше поле влияет на других людей на себя мы видели на в негативе через за ощущение на других людей а вот на других людей очень ну так благоприятный я могу сказать да то есть люди наоборот тянутся к вам да с вами общаться с вами как-то вот взаимодействовать да здесь почему-то могут быть рождаться какие-то партнерство какие-то общие идеи какие-то вот предложения до а совместном проведении времени вот здесь вот может быть люди наоборот хотят с вами общаться конечно здесь идет непонимание до ваше влияние на ваше поле а здесь наоборот люди видят что вот вы можете дать им то что они хотят это вам кажется боже мой да я я не понимаю что происходит они вас понимают здесь знаете ваше поле как влияет еще на людей что не все так как кажется да то есть вы может не понимаете чего-то да а вот люди вас как-то считывает очень хорошо и очень позитивно то есть они понимают а здесь ощущение знаете вот того что вы как будто бы держите меч за спиной до в ожидании какого-то вот подвох опять-таки говорю вывод это вот спящая гора которая наблюдает в ожидании да никто ко мне не подойдет да не надо меня трогать оставьте меня в покое я за всем наблюдаю в полглаза а люди в принципе они достаточно доброжелательно к вам относится да то есть они достаточно позитивны к вам то есть нету не несут они для вас какой-то опасности вы наоборот просто это ваше состояние изменений а вы наоборот влияете на людей позитивно вы для них знаете как будто бы источник какого-то вот наслаждение вдохновения вы для них являетесь источником энергии света ну то есть они видят вас достаточно таким большим и светлым человеком да они вот люди к вам сейчас потянулись я сказала про гору и выпадает иерафан как раз таки вы являетесь именно вот этим вот библиотека этих знаний да за которыми к вам приходят люди расскажи что-то я здесь не понимаю даже не столь за знаниями сколько объяснениями как талмуд до книга с пояснениями каких-то законов то есть вы являетесь человеком который отдает понимание людям их каких-то поступков до действий как будто бы им напоминаете о чем-то вот своим присутствием да своими какими-то знаниями может быть кто-то кого-то соединяет а в прямом смысле либо самого человека самим собой да то есть показываете ему самого себя уважая защита то зеркальное стоит люди видят вас самих себя и они понимают свои поступки то есть приходя к вам или по взаимодействия с вами они понимают свои поступки что они сделали они они видят вас себя как зеркало понимаете и не говорю о том что вы для них учитель дали бы что-то вы делаете нет мы говорим об энергии ваша энергия она для них достаточно позитивно она для не вкусно она для них вот прям как глоток воды в отличие от вас самих она помогает им сдвинуться с мертвой точки то есть начать что-то делать вы в них запускаете вот это желание смотрите ваша сила на такая мощная что как этот со спичкой когда подходишь к костру да он не так пламенится но никуда не убегает а ты со спичкой берешь и можно от нее зажать что вот здесь и то есть у тебя будет какое-то действие то есть вы как будто бы даете импульс толчок людям к движению до сделать выбор выбор в пользу именно моральных каких-то качеств каких-то позитивных то есть увидеть что-то светлое в самом себе понимаете то есть вы не просто даете свет отражаете людям а вы им отражаете все самое хорошее что есть внутри то есть после общения с вами хочется жить хочется делать что-то хорошее творить что-то хорошее либо совершать какой-то выбор но выбор именно в пользу любви вот такая вот у нас была первая позиция мне будет очень интересно любопытно прочитать ваши комментарии что у вас отозвалось на какое слово у вас была какая реакция что вы ощутили то есть напоминаю что мои расклады они взаимодействуют с вами энергетически вас должен быть какой-то посыл какая-то реакция на какие-то слова на какие-то картинки на какие-то образы ощущения под поделитесь ими что что вы ощутили внутри себя плюс минус неважно важно поделиться потому что это то с чем вам нужно работать то есть то что вскрылась вот как по первой позиции мы с вами переходим к позиции номер два зелененькому камешку и я посмотрю ваше энергетическое поле а потом мы посмотрим как оно влияет на вас и как она влияет на других ваше энергетическое поле вот ваше энергетическое поле одно очень чистое она прям знаете вот источник самой любви источник искра всего такого чистого морального светлого вот как белая лилия вот здесь вот понимаете вот как снег как снежинки здесь что-то такое вот прям чистое чистое ну и королева копков конечно вот вы как будто бы ваше поле это проявление любви в прямом и и не искаженном состоянии в кабале есть гематрия это сочетание букв еврейского алфавита с цифрами и вот когда посчитали значение слова любовь выпала примерно не примерно точно такая же цифра как и от слова единения и каббалисты пришли к выводу того что вот любовь и единение это одно и то же то есть это одно и то же состояние описанное разными словами и вот здесь вот это вот ваше поле она излучает вот это вот любовь вот это вот единение всего со всеми это ваша суть вот если говорить не духовными какими-то словами более понятными да бытовыми вы являетесь источником любви то есть любовь она для вас имеет боже мой значение прямое значение ну то есть огромная ценность и вот ваше поле она на данный момент так это кто вот она как-то знаете каким-то образом сейчас ограничено вот вы как будто бы ограничены в проявлении своей любви то есть есть какой-то фонтан источник вас да но он как будто бы ограничен какими-то рамками представьте фонтан и вот он ограничен рамками какого-то от этого бассейна на ограничение ваши сейчас на данный момент они идут вашему то есть вы как будто бы хотите познать этот опыт то есть понимаете здесь состояние того что не то что вы ощущаете эту любовь она есть внутри вас но вы как-то не не осознаете ее и вам хочется познать ее через какие-то действия но например через создание каких-то отношений в отношениях то есть через другого оба другого человека я смогу ощутить это потому что будучи с ним я это чувствую то есть он запускает во мне этот процесс но вас есть эта любовь но она пока вот ограничена то есть вы ее как-то не понимаете не воспринимаете потому что вы хотите понять и рациональные вещи как любовь рационализмом то есть ну умом то есть вы хотите понять умом что такое любовь а вам ну сейчас на данный момент да ваше поле говорит что нет то есть вы как будто бы вы так сказать вот представьте комнату в которой есть воздух да а в этот воздух как будто бы хотите собрать и загнать его в бутылку ну то есть ограничить это как-то очень сложно да даже наглядно сложно взять как-то вычленить а практически однозначно физики смогут сделать ну то есть провести такой эксперимент и загнать воздух в бутылку но с точки зрения простого человека кажется ну как то не совсем да понятно то есть как взять воздух и загнать ну то есть ограничить его чем-то вот ваше поле она сейчас ограничено хочется узнать здесь знаете что здесь возможно вас учат сейчас любви именно не вот так и здесь интересно вот ваш урок он связан с любовью вот ваше поле она наполнена любовью и здесь дело в том что вы поймете ценность вот вот этого поля своего да вот этой своей силы есть так сказать что понятно было вот силы вашей любви то есть вы основная созданы из этой любой вот она основная ваша природа вы это сможете понять через утрату то что вы любите то что для вас действительно ценно и у вас специально будут забирать это для того чтобы ну то есть когда у вас есть эта любовь не то что вы ее не цените а вы ее как-то воспринимаете опять-таки с повторюсь и скажу умом и вам сложно ну то есть вы не обращайте на это внимание для вас это само собой разумеющиеся на ну то есть это приятно это хорошо но а ценности от этого никакой нету а вот когда у вас что-то забирают вас лишают чего-то и вы находитесь в ожидании вот знаете вот в этих с в этом созерцании в размышлениях о том что блин как хорошо было когда у меня было это и вы начинаете это ценить а потом к вам это возвращается вы по-другому смотрите на на эту вещь да то есть вы научаетесь ценить то что есть вас не потому что она была дано вам откуда-то а потому что она дано вам по природе здесь ощущение того будь здоров собака что вас учат любви да то есть вам ее показывают со всех сторон для того чтобы вы прожили ее падает король мечей вот здесь вот как-то вот вы все понимаете вы еще раз повторюсь и скажу вы как-то умом логикой хотите писать свою историю а вам не дают то есть вам дают здесь опыт ощущений и чувствования да то есть вы вот ваше поле и вы его познаете познаете свою силу через утраты через горечи через переживания лишения дефицит для того чтобы когда вам дадут потом взамен что-то действительно ценное на чтобы вот вы были готовы к тому чтобы принять это не ощутить я понимаю что здесь я говорю сложный ну вот сложно как-то идет словесный поток почему потому что я не знаю как объяснить словами состояние поэтому я стараюсь придумывать какие-то вот образы чтобы вам были понятны потому что мне очень сложно найти слова тех состояния которые я ощущаю проживаю то здесь вот попробую описать что суть заключается то есть представьте состояние оргазма вот это вот классное увеличьте его в несколько раз и это суть вашего поля это ваша основа и вы как можете познать это вам кажется только при взаимодействии с партнером вы можете быть в этом ну вот ощутить это оргазмическое состояние а вам говорят нет то есть она есть вас и ваша задача его найти то есть ощутить и вы начинаете путь то есть высота пробуйте там практике медитации до что приближают там либо еще какие-то энергетические практики которые приближают вас вот к этому оргазмическому состоянию то есть любыми возможными известными вам способами снова его ощутить для чего для того что в конечном итоге прийти к тому что это есть вы и его не надо искать с помощью инструментов а вам нужно внутри себя его найти без каких-то вспомогательных инструментов я не знаю насколько я объяснила но если все-таки кому-то сложно это будет понять примите просто что ваше поле это любовь это самое важное самое значимое для вас сейчас вот как-то состояние на сейчас хорошо как вот это вот ваша сила ваше энергетическое поле влияет на вас то есть как вот это вот любовь который вы ограничили разумом в какие-то рамки вели как она влияет на вас сейчас сейчас вы учитесь взаимодействовать с людьми через отстаивание как раз таки своих границ своих рамок то есть раньше возможно вы боялись как-то высказывает то что вы хотели да то сейчас вы уже понимаете что вот это вот единение со всеми молчу потому что слышу вот умы те кто будет меня смотреть некоторые из вас то есть по мне понятно то что я говорю я не знаю как вам объяснить вот это вот если если вы его никогда не про не ощущали это состояние единения когда вы являетесь одновременно каплей которая находится в океане то есть вы как будто бы и часть этой воды этого океана вы свою суть не теряете то есть свою структуру вы не теряете капли она всегда становится каплю но когда много таких каплей из этого создается океан теоретически я знаю что вы понимаете но я хочу чтобы вы ощутили вот этой вот это и есть единство то есть вы в океане все равно продолжаете быть каплей и одновременно то есть вы и части вы и целостные и вот здесь вот как раз таки влияние вот этой вот энергии она говорит о том что к вам приходят через людей вам приходит осознание что да я могу быть собой мне не надо под кого-то подделываться мне не надо на кого-то быть похожим да я могу быть тем кем я есть и одновременно другой человек то есть и у него есть право быть тем кем он есть и вместе мы будем разные он будет черным словно говоря я буду белый но наш баланс не будет испорченным то есть нельзя сказать что черное либо желтое одно хуже чем белое либо лучше нет а разнообразие и вот вам сейчас приходят вот эти вот философские понимания то есть вот это вот поле любви она вам показывает через взаимодействие с другими wie вы встречаете разных сейчас людей до которых либо обращайте внимание на людей с разными взглядами на людей с разными социальном положении вы понимаете что каждый на своем месте что здорово да ну что есть такой даже здорово что есть там убийцы все все имеет свое место здорово что есть там воришки но также с другой стороны и здорово что есть какие-то чиновники да пуска есть коррупция но каждый выполняет свою роль, вот у вас сейчас приходит, вот это вот ваше состояние, оно влияет, я, конечно, говорю, утрированно и масштабно, вы попробуйте ощутить суть, то есть не слушайте слова, а слушайте состояние, сердцем слушайте, и у вас сейчас вот это вот происходит, то есть понимание взаимодействия, что в оркестре каждый музыкальный орган, он имеет свое место, нельзя сказать, что труба, она звучит противно по сравнению с тонкой скрипкой, либо там, я не знаю, ударные барабаны какие-то, либо ударные инструменты, они звучат намного громче, чем, я не знаю, саксофон, либо еще что-то, то есть у вас есть понимание, что нельзя вычленять что-то одно из всего, да, и говорить, что оно хорошее или плохое, оно есть, и это здорово, по-моему, вот эти вот философские понимания сейчас приходят на самом деле, и да, и вот эта вот энергия, она влияет на вас, как, знаете, на большее доверие, то есть вы как будто бы не то, что гоните сейчас за с нами, да, как ловец снов, а вы идете на ощупь с доверием к миру, то есть вам сейчас пока может быть непонятно, куда вас ведут, да, и что делают, но вы идете вот именно через вот эти вот ощущения, да, на котором я говорила, ваше поле, то есть обращайте внимание на ваше состояние, на, на ваше чувствование, и вы вот с доверием идете туда, куда вас ведут, то есть головой еще, может быть, не все понимаете, но ощущение состояния, оно уже в вас есть, поэтому вот поле сейчас влияет на вас через, скорее всего не через, а для того, чтобы к вам пришло вот это вот понимание важности, разнообразия, для чего-то сейчас вот это вот понимание, вот этот урок, он вам нужен, и вы идете с доверием, вы идете в потоке, здесь кто-то смотрит, вы это видите, то, что я говорю во сне, для кого-то идут какие-то сейчас сны, какие-то знаки, может быть, кто-то перья видит, может быть, кто-то, вот такой легкий ветерок, да, там, что-то, например, свечка горит, она, оп, и потухла, то есть вот такой вот ветерок, что-то такое холодненькое, у кого-то что-то проходит, ну, вот какой-то холодный такой ветерок, может кто-то, иногда у вас ощущение, что вас щекотит кто-то, вот это вот, вот это вот такие вот знаки, да, вселенная, как раз говорит о том, что ваше поле требует любви, познания любви, вот, на вас оно влияет вот так, а как ваше поле, вот это вот поле любви, как оно влияет на других людей? Ну, вот обновление, смотрите, у вас идет обновление, а к людям идут импульсы, два туза выпало, туз мечей, туз костей и туз бубнов, то есть, ну, педаклей, то есть внешне на людей это влияет как импульс, как зарождение, как какие-то начинания, да, сюрпризы, подарки, да, путь в новое, то есть на других людей ваше поле влияет таким образом, что как будто бы она указывает направление, куда им двигаться, смотрите, у вас это происходит, вас ведут, вы ощущаете, и когда с вами люди соприкасаются, общаются, у них как будто бы появляется вот это вот понимание, да, куда им идти в новое, да, двигаться, такое ощущение, что у них появляется желание что-то изменить, куда-то поехать, что-то новое сделать, может быть, кто-то хочет купить новый автомобиль, может быть, кто-то хочет съездить куда-то в путешествие, здесь движение появляется, то есть с вами поговорив по своему действию, у человека появляется желание двигаться, причем не просто двигаться куда попало, а именно к каким-то конкретным своим целям, здесь целенаправленное движение идет, желание развиваться, то есть пойти куда-то, да, что-то новое узнать, что-то новое увидеть, может быть, где-то на какие-то курсы записаться, что-то новое из еды попробовать, то есть у людей при взаимодействии с вами хочется такое, знаете, вот появляется такое желание, да, новизны, движение не просто сидеть, а именно движение новизны, появляется вот это, знаете, какое-то любопытство, то есть могут вам в разговоре говорить какие-то вопросы, задавать, ну, с чистого любопытства может казаться, блин, ну, ты раньше таких вопросов не задавал, то есть что за вопрос, да, либо любопытно о вас узнать что-то, либо любопытство после взаимоотношения с вами, ну, взаимодействия, прошу прощения, с вами люди хотят что-то узнать, может быть, вы какое-то слово новое сказали, да, либо что-то о чем-то новом разговаривали, человек пошел в интернете искать информацию какую-то, после общения, взаимодействия с вашей силой, с вашим полем, с вашей любовью, у людей появляется звезда, у людей появляется надежда, у людей появляется желание быть похожим на вас, на вашу любовь, не на то, что вот вы внешне выглядите, либо на ваш характер, нет, на ваше поле, на вашу энергию, и вы в них пробуждаете желание начать реализовывать, да, какие-то свои, свои программы, вот хочется сказать, да, вот это вот предназначение начинать выполнять, именно после вас, то есть как-то реализовываться, да, в социуме, что-то делать, какие-то надежды, какие-то, может быть, мысли, идеи, которые были ранее, вот поговорил с вами, о, вспомнил, слушай, я раньше хотела вот это сделать, пойду сделаю, вы понимаете, то есть вот ваша любовь, она влияет очень позитивно, с одной стороны, на других людей, а с другой стороны, она как будто бы, вот идет, знаете, вот внутреннее, вот это вспоминание своей души, своего состояния, опять-таки, не напрямую, то есть не то, что вы ведете такие разговоры, и я говорю о взаимодействии двух полей, вашего и другого человека, когда он с вами разговаривает, я не говорю сейчас, кто это конкретно, не столь важно, ну, либо другие люди, то есть у них пробуждается вот это вот желание двигаться, да, 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 может быть, у кого-то проявляется вот это желание иметь семью, заботиться, может быть, кто-то хочет животное себе какое-то купить, ну, посмотрел на вас, ой, я хочу там собачку, кошечку купить себе, либо еще что-то, да, либо как-то заботиться, либо у кого-то, может быть, целительские какие-то качества проявляются, то есть ваша любовь, она очень сильно влияет на других людей, прямо, знаете, вот пробуждение идет, просыпание, я хочу, причем, какие хорошие, что-то такого светлого, приятного, вот такая вот двоечки для вас информация была, мне она очень понравилась, скажу почему, потому что обычно двоечки, у меня всегда чувствительные, такие ранимые, с таким болезненным опытом, вот, а тут, мне кажется, я вас очень порадовала, напишите, пожалуйста, свои, мне важно, ваше состояние при прослушивании расклада своей позиции, что вы ощутили внутри себя, что откликнулось, на какие слова у вас был отклик, мурашки, у вас точно у кого-то побегут мурашки, я прямо это чувствую, знаете, вот, прям такая энергия, она космическая, вот, я ощущаю здесь, понимаете, поэтому я сказала холодок, потому что здесь космическая энергия, здесь не земная, здесь не свет, от которого не холодно и не тепло, а у вас холодная, космическая, прям такая энергия, хорошо, мы с вами переходим к позиции номер 3, ваше энергетическое поле троечки, сегодня как-то вот у меня так интересный расклад, мне же самой нравятся такие обалденные энергии, я посмотрю сейчас, кто у нас в троечках, да, прям, такие, знаете, на самом деле, очень сильные, вот первые две позиции, очень сильные энергетические люди, прям вот, ну, очень сильная, очень вкусная такая, насыщенная энергия, итак, третья позиция, голубой камешек, ваше поле, троечки, что сказать, я же говорю, два великих аркана, шут и смерть, да, рождение и смерть, начало и конец, завершение, ваше поле, ваше поле, чем вы наполнены по шуту здесь, да, ноль, знаете, здесь идет потенциал, вот ваше поле, оно черное, не пугайтесь, да, слушайте сначала, вот ваше поле, оно черное в контексте тьмы, но не негатива, а именно у меня идет, знаете, вот по шуту, это нечто, это некая такая пустота, некая такая полость с огомым потенциалом, в котором смешались абсолютно все энергии, все цвета, и неизвестно, что из этого пойдет, понимаете, то есть здесь вот такой огроменный потенциал, вот, и я не могу сказать, что вот ваша энергия по сравнению с предыдущими, да, позициями, она какая-то мощная, но вот если здесь во второй позиции было очень много света, у вас очень много тьмы не в негативе, услышьте меня еще раз, а это потенциал, да, вот здесь такая, знаете, здесь ощущение некой такой бездны, если кто-то занимается из вас медитациями и попадал вот это вот состояние, ну, за нашим разумом, да, вот это вот бездны, пустоты черной, вот это вот манящий, да, это не манящий негатив, нет, это даже не астрал, это вот какая-то такая, знаете, сила, такая, которая наполнена прям мощью такой, вот здесь поля, как бы вам сказать, вот представьте вселенную, да, с ее звездами, галактиками, ни одной галактики, ни на одной нашей солнечной системе, вот вы есть вот это вот, вот этот вот космос, да, этот мир космический, вот здесь вот такое, что он породит, какую галактику, какую систему, я не знаю, какие звезды, я этого не знаю, но здесь вот ваше поле, оно, с одной стороны, вот содержит в себе много чего, а с другой стороны, внешне, вот оно вот кажется вот этой вот таким туманом, сгустком тумана такого вот очень черного, почему-то я вижу черный как потенциал, еще раз скажу, поясняю, здесь поле, которое трансформирует людей, вот ваше поле, мы будем еще смотреть, но оно действительно изменяет, вы как будто бы знаете, вот ощущение чистящий, да, то есть вот зачищаете, что-то происходит, а вы зачищаете, вот вы поедаете, ваше поле, вот вы проходите, и вы поедаете с одной стороны вот весь вот этот вот негатив, но вам от этого неплохо, а вы, не то, что вы наполнены этим негативом, как бы вам так объяснить, а вот вы это аккумулируете, вы впитываете, и вам от этого неплохо, а вам от этого еще больше, еще лучше, и вот из этого вашего поля, она потом может родиться что-то хорошее, что-то белое, то есть вы как будто бы поглощаете, собираете в себя, всасываете весь негатив энергетический, перерабатываете его, и потом можете по необходимости, это не ваша задача создавать, вы не творец, вы как будто бы, ну, здесь вот идет, да, вот эта вот смерть как очищение, я... Ваше поле и ваша сила, давайте так скажу, да, чтобы было понятно, ваша сила, она заключается именно, вы как пограничник на грани чего-то тонкого и нашего какого-то материального мира, вы находитесь на грани лжи и на грани правды, вы можете... Вот ваша сила, она заключается в том, что вы видите и правду, вы видите и ложь, вы видите и сон, то есть иллюзию, и вы видите и реальность, вы можете... Как этот, Архангел Метатрон, не знаю почему, как трансформатор, вы можете... Ох... Переработать, потому что этот позвоночник хруст, но как-то, знаете, вот... Перевести одну энергию в другое, вы как будто бы проводник, вы и нашим, и вашим. Это не хитрость, это... Вот здесь, понимаете, я хочу, вы увидели это всё в масштабах, это не в размере человека. У меня здесь сегодня энергии такие достаточно масштабные, чтобы вы понимали размеры нашей Земли, нашей Солнечной системы, то есть здесь я вижу вот такие масштабы. Ну вот ваше представление, каких размеров может быть Архангел, либо Ангел, это же не что-то такое маленькое, вот такое что-то, вот здесь вот у вас очень сильная мощь. То есть, с одной стороны, вы как будто бы можете наполнять людей, знаете, людям вскрывать какую-то правду, показывать, ставить их перед фактами, это может быть жёстко, болезненно, но это прямо вот необходимо. Знаете, ощущение того, что вскрываете какие-то нарывы, больно человеку, он может вас ненавидеть, но после вас происходит какое-то вот исцеление, облегчение. Вы как будто бы, знаете, очень болезненно срываете маски с человека, вот прямо взяли, сорвали, у него вот лицо как будто бы, знаете, кровоточит, но при этом оно потом заживёт, и оно будет настоящим. Здесь вот ощущение того, что вот всё такое гнилое, отжившее, вот как смерть с косой, да, то есть она срезает всё, что уже отжило, всё, что уже не нужно, всё, что уже гниёт, но на этом месте вырастет что-то свежее, что-то чистое. И то, что вырастет, это уже не ваше, вот ваше как будто бы очищать, понимаете, вот ваша задача очищать. Вы как некий такой управленец дуальности, я не знаю, вот если бы вы были каким-нибудь архангелом, вот ваша задача была бы, вы скорее бы были, наверное, Михаилом, потому что тот, кто с мечом пришёл и очистил, да, вот ваша задача именно понимание мира двойственности, да, что надо держать равновесие. Вот вы, я же говорю как чисельщики, вы как будто бы держите равновесие. Может быть, кому-то кажется, например, как дворники, да, кому-то может казаться, что за работа дворники, ну, прям вот грязная, вот прям всё такое. Ну, вот без этого человека чистоты, порядка нету на улице, да, понимаете? То есть здесь вот как-то вот такое, вы умеете совмещать в себе вот эти вот противоположные энергии, когда нужно, вы можете быть жёсткими, янськими, когда нужно, вы можете быть инськими, женственными. То есть вы умеете управлять в центре, вы, вы решаете, словом своим говорите. Ещё какое поле у вас здесь? То есть вы, с одной стороны, понимаете, вот вы держите в равновесии, я не знаю, здесь нету ракана справедливости, но здесь вот идёт какое-то вот уравновешивание, да, с одной стороны вы и благодать, то есть вы и зима, вы и лето, вы и благодать, вы и какая-то вот нищета, то есть вы как будто бы в нужном, нужному человеку даёте то, что ему необходимо, вы нейтральны сами по себе. Но вы можете показать человеку в темноте красоту, то есть вы видите, вы знаете это, а в красоте можете увидеть уродство, отклонение. В идеальности вы можете увидеть недостатки, но в недостатках вы можете видеть идеальность. Вот здесь такая прекрасная прям энергия, такая вот мощная, она крутая, классная. Хорошо. Такая вот ваша сила, вот такое вот ваше поле сейчас. Помни, да, всегда мы смотрим в разрезе момента здесь и сейчас. Как ваше энергетическое вот это вот поле влияет на вас самих? Оно приводит вас именно в баланс, оно приводит вас в баланс и гармонию вашими внутренними какими-то конфликтами, да, с трудностями, где-то, когда-то, если вы хотите. Здесь ощущение того, что поле влияет на вас, то есть вот ваша суть, да, поле, ваша сила, ваша суть, ваши программы, не знаю, называйте это как хотите, оно влияет на ваше действие сейчас, на ваш характер, на ваше состояние, ваши, я не знаю, называйте как хотите, у каждого это свои понятия, чтобы вам понятнее было. То есть вам хочется быть в состоянии удовольствия, наслаждения, но одновременно здесь идет какой-то некий такой конфликт внутри, да, как-то вот хотите прийти к этому балансу с какой-то хитринкой. Вы хотите прийти к изобилию, вы хотите прийти к балансу, но при этом вам нужно оставлять прошлое и научиться слышать, слышать себя и вот как-то взаимодействовать. То есть здесь вы как будто бы закрыты от мира, а вам наоборот нужно открываться. То есть вот как-то у вас есть внутренняя красота, о которой мы говорили, но внешне вы ее не транслируете. И поэтому у вас не получается вот быть, внутри вы изобильны, а внешне вы это не транслируете. И вот в этом некая такая конфликтность у вас сейчас присутствует. То есть здесь ощущение того, что вот вы никак не можете разродиться в императрицу. Да, а почему, я хочу спросить. А потому что вы здесь есть страх и вы не готовы принять ту помощь, которую вам сейчас дают. Неважно, свыше, люди, неважно кто. Но почему вы не готовы принять эту помощь? Потому что вы не готовы идти против других, вы не готовы идти своим путем, понимаете. Вот ваш путь, я же говорю, у вас поле такое, то есть вас оно подталкивает к тому, что вы шли своим путем. А вы пока не готовы слышать свое сердце, потому что вам сложно отпустить прошлое. И прошлое не отпускаете, не взаимодействуете с миром и не идете туда в новое, куда вас ведут. То есть здесь новое, оно будет кардинально противоположное от того, куда все идут. То есть если все идут, например, я не знаю, ну допустим, в целительство, в магию, в что-то такое светлое, то вам надо пойти в темное. Почему? Потому что этап такой, вам надо познать эту темноту, а вы туда не хотите, потому что вы боитесь. Это пример, я не говорю, что вам такое нужно делать. Я вам пример показываю противоположности. Вам надо идти другим путем, не таким, как все идут. Допустим, все идут, работают у нас на наемной работе, вам надо идти на свою. Вам надо что-то свое создавать. Возможно, надо идти работать в интернет, а не где-то там на постоянной работе. Но у вас есть свой путь, и вам вот эта вот ваша энергия, да, уравновешивание, она вам показывает, что вы как-то ушли, есть некий такой перекос, и вы не сможете прийти к своему благополучию, вот эту вот изобилию, да, пока не уравновесите. То есть вы отклонились очень хорошо в одну сторону, вам теперь надо идти в другую. Только познав одно и другое, вы сможете сбалансировать дальше. А так, если вы идете только направо, только в свет, 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 это тоже отклонение, потому что толк-то от этого света, да, но с чем вы его сравниваете, не с чем сравнить. Ну, то есть, я бы царь, бог, хорошо, а с кем тебе сравнить? А нет, вокруг меня другого царя. Но надо, чтобы был еще один царь, чтобы сравнить, да, кто из вас хороший, а так непонятно. Ну, справедливый ты царь, и что от этого, как понять, ты хороший или нет? Ну, то, что ты справедливый, это не значит обязательно, что ты хороший. понимаете вот вам здесь не хватает для балансировки вот этого сравнения это поле влияет на вас именно вот так а хотят вас привести именно к императрице год хорошо императрицы и королевы大概 изобильны стабильное стабильно изобилие понимание материального мира то есть вас хотят привести что вы понимали в материю в наслаждение в материальном мире то есть по полной а у вас ощущение скорее всего что вы слишком уж такие духовные слишком уж не материальная вас гоняет в материальный мир вот хорошо а как ваше поле влияет на других людей сейчас смерть трансформации вот вы и приносите трансформации то есть для себя вы идете в удовольствие до наслаждение не хотите идти своим путем и просто вот получаете удовольствие радуйтесь закайфуйте от жизни не идете ну то есть не совершаете каких-то действий которые необходимы почему потому что не рассказала трудно да здесь какая-то трудная сложность а люди взаимодействия с вашей силой с вашим полем начинает трансформироваться до исцеляются исцеляется по ту же кристаллов ту же кубков исцеляются перерождаются здесь идет очищение я же говорю вы чистите возможно энергетические чистки проводите потому что человек рождается заново чистым вот вы забираете вот еще раз повторюсь данном не здесь просто так идет при взаимодействии с вами вы поговорили с человеком вы забрали весь его на негатив ему стало чище ему стало лучше но этот негатив который вы забрали это его потенциал понимаете то есть на самом деле это не то что бы так сказать пояснить негатив это плохо это для человека было плохо а для вас забирая негатив это все равно часть энергии этого человека которую он не может реализовать но вы забрав его вот этот негатив забирая у него вот эту энергию вы эта энергия все равно вы ее сможете сами очистить и тогда ее запустить куда нужно а люди не умеют очно то есть вы являетесь неким таким фильтром какая разница энергии черные или белые энергии остается энергии вы ее сами сможете почистить и она будет ваша понимать потому что у вас есть фильтры у вас есть вот это вот защитная иммунная реакция хорошо работает то есть вам от этого негатива не бывает плохо понимаете вот в чем фишка но люди они умеют чистить им кажется что это вот но это то чего надо избавиться но они не понимают что с этим они лишаются как-то своих сил понимаете у них потом происходит свои процессы конечно же пополнение да но вот вы помогаете им исцелиться помогаете им измениться помогаете им по луне если это женщины раскрыть вот это вот своих женственной знаете такое ощущение что вот вы забираете вот эти вот я же говорю вот эти вот мужские энергии яньские и вот эту вот энергию лишнюю агрессию вы забираете и вы потом на этой энергии строить что-то для себя а люди забираете иллюзии у людей я же говорю жестко может быть до срываете после вас хорошо нет я вижу что люди многие болеют после вас но это хорошо это чистка на 14 аркан да исцеляете вот ваше поле оно целительное здесь у меня проходят целители любого рода которые занимаются чистением не важно словом делом магические какая разница как да просто поддержать человека неважно вы чистите с вашим полем взаимодействие я говорю вы чистильщики вы исцеляете людей вы их очищаете вот знаете есть такое ощущение что вам за это да ну то есть такое ощущение что как будто бы но неблагодарная такая работа да но грязная вот вы действительно делаете грязную работу на на очень ценны таких как вы немного таких как вы немного потому что не все на это пойдут а у вас есть силы у вас есть способности что вам за это как вознаграждение но это вы выбрали такой путь я вы за этого вознаграждение получаете любовь вам за это платят любовью чувствами и вам дают я же говорю вам дают потенциал то есть вам вот это негатив который вы забираете да вы потом из него можете создавать все что хотите абсолютно здесь такая обращение что вам дает вот это вот способность творца до достаточно только вот эту вот энергию запустить в дело да ну чтобы вы ее не при себе держали а вот как-то вот пропустили через себя и выпустили вас что-то такое в материю чтобы она создалось и до что-то на этой энергии которые вы забрали не держали и в себе да это будет вот прям с любовью с любовью главное чтобы вы совершали действия до двигались то есть эту энергию надо причем смотрите какие импульсы да все чистые импульсы импульсы истины вы познаете истину вы познаете то есть вам дают знание вам дают энергию потенциал мощь вам за это любовь и ваша ваша судьба вы можете вот опять сила на повторе идет вы можете менять да здесь такое ощущение что вот вы можете вам дано право менять судьбу свою свою судьбу сила да вы видите истину вам дают знание понимаете вам дают умение видеть истину вот такой вот вам подарок за ту работа который да да вы прорабатываете еще и свое эго через это понимаете то есть вы еще и себя чистить и кроме того что других вы через людей че ну чтобы не зазнались до своими способностями вас как будто бы охраняет предохраняют и вы прорабатываете свое эго то есть вместе с людьми вы становитесь вот то что я и говорю да чище чище и вы вот такая вот у нас была и третья позиция здесь я наверное не буду просить вас о своих состояниях писать троечки я хочу написать я хочу чтобы вы мне написали поделились по крайней мере то чем вы занимаетесь как вы делаете да как вы работаете ну то есть в чем заключается суть вашей работы с людьми что именно вы знаете и какие благодарности то есть как 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 ваша работа влияет на ваш а на вас сами да то есть какие благодарности вы получаете мне ваше дело очень интересным не очень любопытно что здесь за люди, как они работают и насколько вот можете написать, насколько это трудно, какие вот у вас ситуации были, то есть мне ваше дело очень интересно, потому что здесь поле, оно необыкновенное для меня, то есть оно вот такое, ну на такое вот только сильная душа может рискнуть и пойти. Итак, я благодарю вас за внимание, надеюсь, этот расклад вам очень понравился, я, ну по крайней мере, он мне понравился, я очень хотела его сделать, я прям его сделала для вас с огромной душой, надеюсь, вы это почувствовали. Подписывайтесь на мой инстаграм, если у вас нет, создавайте, идите в новое, да, создавайте инстаграм, подписывайтесь, будем общаться, кому охота общаться в инстаграме, пишите, кому просто хочется в ютюбе, пишите в комментариях, если у меня будет время, я с огромным удовольствием пообщаюсь, но как минимум я вам отвечу на ваш комментарий. Пятничная акция у нас будет на следующей неделе, да, на прошлой я забыла проанонсировать, на следующей неделе вы можете присылать заявки, в описании к этому видео есть вся необходимая информация, так же, как и список всех раскладов, можете нажать на ссылочку и увидеть, какие расклады у меня есть на канале, чтобы посмотреть, либо заходите в раздел плейлистов, посмотрите, какие есть плейлисты, в плейлистах есть очень много интересных раскладов, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok